Здравствуйте, друзья! Этот ветер надоел! Вот заколебал этот ветер, все дует, все улетело. Меня зовут Елена, я живу в России, Забайкальский край. Все улетело! Сегодня ходила, собирала все тазы, ведра, ванны, все укрытия. Все улетело, вот видите, все, все отрывает. Я уже не знаю, как привязывать все укрытия, все пооторвало. Не знаю уже, какими, все рвет, вырывает. Кирпичи, все кирпичи вырвало, вот кирпичи. Все улетело, даже кирпичи летают, это же ужас, это что за погода такая, ветер ураганный, вот тучи ходят сегодня. Дождь, кажется, будет. Садить сегодня ничего не буду, потому что при таком ветре саму-то унесет. Хоть я и взвешиваюсь 80 с лишним килограмм. Боюсь, что меня унесет. Как бы теплицу-то не унесло. Кто там опять? Никого вроде. Нет, что-то учуяла. Учуяла кого-то парней. Пацанов вон. Вон пацаны, вон те. Не любят. Не любят пацанов. Видите, что делают? Тргут. Значит, эти пацаны, их чем-то разозлили. А нет, они увидели что-то другое. Кошек увидели. Кошек приносят мне. Кошек приносят мне. Куриц приносят. Кроликов приносят. Кошки и собаки ловят. Крольчат кроликов, куриц, кошек. И всех ничего не съедают, ничего не едят. Все приносят мне. На крыльцо уложат. А кажется, вот у этого соседа. Вот у этого соседа, кажется, кролики и курицы. У этих соседей курицы. Но что-то никто не приходил, не предъявлял. Главное дело, не едят. Поймают и не едят. Все мне несут. Правда, говорят, в трудные времена, когда голоду у населения был, животные и собаки в лес бегали, охотились и приносили своим хозяевам еду. Я теперь, правда, верю этому. Мои собаки приносят. Хотя я не голодую, но они мне все равно приносят. Сами не едят. Мне еду приносят. Зайдем в теплицу от ветра. Вчера посадила виноград. Вот. Он у меня сегодня приболел, конечно. Он у меня два года сидел в ведре, дома, в комнате. А в этом году решила посадить его в тепличку. Ну, места мало уже в ведре. Ещё посадила вчера три огурчика из рассады. Вот второй. И вот третий. Больше здесь ничего не посадила. Эта рассада стоит у меня здесь. Место занимает. Надо было вот сюда посадить перцы, баклажаны. Места нету. Вот здесь у меня тыквы рассада. хотела на улицу высадить, но там обещают заморозки в начале июня. Они, конечно же, замёрзнут. Вот это у меня кабачки. Тоже замёрзнут. Это надо укрывать, это надо здесь жить на даче. Конечно, можно было укрывать на ночь. Но я же здесь не живу, поэтому будут они здесь сидеть, пока заморозки не пройдут. Здесь капуста подрастает. Вот это капуста белокочанная. Всего шесть, по-моему, я тут считала. Вот шесть зёрнышек взошло. А вот это побольше взошло. Вот это у меня цветная взошла. Побольше. Цветная очень вкусная. я её садила один год. В прошлом году не садила. Вот зачем столько нажадничала? Зачем столько опять посадила? Ведь клевась и божилась, что буду сокращать свои посадки, огород уменьшать. и опять же насадила полностью, всю теплицу заняла. Вот что делает ажиотаж. Смотрю на огородников, которые ещё больше садят. И мне надо тоже посадить зачем-то. Ветер хлопает. двери двери уже вот эта ферточка уже оторвалась. И скоро и двери оторвёт. Надо закрывать. Уходить. вот какие щели, всё холодно. Это мне такие специалисты так сделали. лук не мёрзнет, растёт. Вот здесь место осталось. Оставила под картошку. Картошки нету. Хотела купить и в магазине нету. Вчера зашла нету. Значит, буду это место использовать для тыквы и кабачков. Ну, вот здесь я ведро посадила под забором. Под забором садила по-новому. Там я дезинфицировала марганцовки. Да. И посадила. А вот здесь обычным старинным по старинке посадила под лопату. Вот здесь у меня вот такая делянка. Думаю, нам с дедом хватит, но а собачка вот перепрыгнула опять. Опять перепрыгнула и наступила на морковку. Иди на место! На место иди! Выдёргивает у меня. Выдёргивает и держит вот эти чопики-то. Она у меня их выдёргивает и грызёт. Уже сколько раз забивала и она опять меня их выдернула. Этот тоже хочет гулять. Вчера с ним погуляла с ней. Сегодня погода нелётная. Перепрыгнула надо сейчас её туда. Она вообще-то может сама перепрыгнуть. На место пошла прыгай. Прыгала на место пошла. Она перепрыгнет сейчас. Ну-ка посмотрим. На место перепрыгивай. Прыгай на место. На место пошла. Ну-ка сейчас посмотрим. А! Легко перепрыгнула. Меня не свороти с ног. А, видишь, перепрыгнула. Соседи говорят через их забор перепрыгнула за кошаком погналась. Чуть не задавила. Я говорю, если бы она хотела задавить, она бы задавила. Она просто подбежала понюхать и поиграть, наверное. Не знаю, что она думала. Кошку она в два прыжка догонит. Пока кошка семиндит своими лапочками. Моя ураганная собака догонит в два прыжка. чуча. Чуча, на тебя соседи жаловались. В окошко видели, как ты гоняла их кота. Якобы он от тебя убежал. Разве можно от тебя убежать? Так. Все. Здесь я хочу, хотела посадить томаты. Но вот это же все улетает, все летит. Невозможно. Кирпичей вот сколько наложила. Ничего не держится. Там посадила еще подсолнухи, кукуруза в конце. Взойдут, не взойдут. Да, еще горох под забором. На рабицу посадила горох и фасоль. сухими семенами. Кошка думает птичка, а это просто бумажка. Гоняет тоже птичек, ловит. ну вот такая у нас погода тучи черные причерные. Черемуха уже вот это отсветает, а он та еще цветет вовсю. я конечно понимаю огород у меня запущенный, но у меня нету много времени заниматься огородом. здесь десять соток я хотя бы три сотки обработать. Сотку под картошку или две тыквы, кабачки, капусту, огурцы и помидоры, морковка, свекла и все. Цветочки немножко. И то это уже для меня очень много. сосед пообещал через дорогу картошку мне пойду узнаю. Может быть он пошутил. Да вряд ли она у него есть. Он ее давно уже унес другим. Не буду говорить, потому что я не могу это доказать. Я только мои предположения вряд ли у него будет картошка лишняя. Самому-то бы, наверное, хватило. Пойду сейчас узнаю, где мне брать картошку. Пошли, Васька. Так, пока отключаюсь, переговорю, потом доложу. Не могла до него докричаться. Не могла докричаться до него. Не выходит, собака лает. Он не выходит, не слышит или дома нету. Посмотрела, он уже посадил себе картошку. Если бы осталось, он бы предложил. Значит, у него ничего не осталось. Больше спрашивать тогда не буду. пить. ладно, на печку топи, сейчас пойду. Затоплю. Я так хочу похвастаться вам С твоей сумочкой Как вам сумочка красивая? Всего 500 рублей стоит Купила Здесь Вот так Отделение Здесь еще платочки Ну в общем хватит Чтобы положить кошелек, пакет Телефон Очки Пожалуй все Ну и может какие-то Паспорт, документы Какие-то, справки Тетрадь Блокнот Все войдет, хоть она и маленькая Ну вот, пока прощаюсь Надо кремом Крем для рук и ногтей купила Надо руки Смазать Чтобы не было Обветренные Чтоб не обветрились Не было Цыпок Пахнет лимоном Намазала И сижу и И забыла, что намазала И сижу и думаю Откуда лимоном пахнет Авокадо Оливок и карите Комплексный С маслами Авокадо Оливок и карите Это значит не лимон Это значит авокадо Оливки Карите Ну запах Обалденный Обалденный До свидания Прощаюсь с вами Пишите отзывы Ставьте лайки Подписывайтесь Комментарии Заходите на Дзен Яндекс Дзен Мой канал Там Я короновая Олен Называюсь Подписывайтесь Пишите отзывы Я буду к вам Заходить По вашим Комментариям До встречи